Кто женился, кто влюбился, кто наоборот развелся, ну конечно лучше первые два варианта. Телегид Антенна с новостями и интересными событиями сегодня у нас в гостях. В студии главный редактор газеты Антенна Телесемь Анастасия Телишева. Доброе утро. Счастливо вас видеть. Опа, нестандартно, нестандартно. Это взаимно. Так кто там чел, как? Все. Но главная новость касается, я думаю, все же телеканала ОНТ и замечательного шоу. Мы будем искать самую симпатичную, точнее мы уже ее ищем несколько месяцев. Самую симпатичную, умную и талантливую. Ведь внешность это не главное, как мы все знаем. Да, мы все уверены в этом. Мы-то вообще. Нам людям некрасивым проще на эти темы разговаривать. Мы ищем низ. И уже несколько десятков девушек названы, несколько десятков финалистов. Более того, они сейчас уже все живут в Минске и весьма активно готовятся к финалу шоу. Судим, насколько тяжело судим, да? Мне кажется, что ее не выносимо тяжело. Когда две девушки красивые, проще выбрать одного. А тут несколько. А тут 30. Да, их тут глаза разбегаются и начинаешь о себе не видеть, что думать. И блондинки, и шатенки. Каких хочешь. Я так понимаю, что газета «Антенна» следит за всеми приключениями девушек. И мы следим, и вы следите. Я думаю, что вообще очень многие люди следят у нас, и семьи девушек, и вообще те, кто наблюдает вообще за всем этим. О необычном закулисье мы написали в свежем выпуске газеты «Антенна» о том, как готовятся девушки, о том, как они худеют и худеют ли вообще. А куда им? А худеют, худеют, тем не менее. А их там прямо держат все вместе? Да, их все вместе, они живут все вместе. У них занятия, если не ошибаюсь, начинаются в 9 часов, и отбои в 10 часов уже, в 22.00. А вот эти вот все десятых часов, получается, они заняты всевозможными действиями. Они даже выходили на субботник. Будут ли острые фотографии? Так им есть нечего. Они все такие. Все острые фотографии? Все. Все. Так что местахи однозначно. Разкупят. О том, как девушки готовятся, вот можно почитать всякие необычные вещи, потому что подготовка же заключается не только в макияже и в платьях, и во всем остальном. Но есть какие-то интеллектуальные вещи, необычные. Вот как я уже сказала, девушки даже выходили на субботник. Мне кажется, что машины сталкивались, когда девушек с лопатами и с метелками. Вот как нам некрасивым людям живется проще, правда? Кстати, вот про таких, как мы, кто вечно готовятся к лету и никак не приготовлятся. О том, как готовится к лету, вообще посвящен почти весь наш выпуск текущий, но две целых полосы посвящены тому, как похудеть к лету. Никак к лету не похудеть. А никак. А вы готовились? Просто никак. А вот наши звезды советуют. Настя Каменских, Жасмин дают дельные советы. Вот мне любопытно, даже знакомого с ними или нет, о том... Лично нет, но так-то да. Так-то да. Так-то да. Я-то да, а тут я еще не знаю. А я-то да. Ну вы очень сильно худели, я помню. Да. У нас этот процесс, понимаете, такой плавающий. Это вот, да, он такой вот, да. Как Баян, как Баян. Вот я могу сказать главную мысль заключения всей этой статьи, потому что советов очень много, от всевозможных звезд, и они очень сильно отличаются. То есть есть и того, да? И того есть, да. Что одно дело похудеть, а совсем иное остаться в этом везде. Естественно. И еще тоже, вот как я для себя сделала вывод, один из главных советов, обязательно ходить в фитнес-клуб, потому что одно непоедание чего-то не поможет. Да. И главное, есть по чуть-чуть и часто, там, допустим, делать 5-6 заходов в день. Заходов, это наше слово. Заходы в холодильник. Заходы, да. Заходы в холодильник, но по чуть-чуть. А вот ваши какие советы? Две и три. Да, да, вы же худели. Прошу вас. Да, я худел. Я хожу по утрам по 5 километров. Это куда? Просто вот в холодильнике. Просто по району хожу. У него есть повязка-дружинник, и он патрулирует. Дружинник, да. Я хожу. Потому что я тяжелый человек, мне бегать нельзя, мне можно ходить. Но это вот полезно. Это полезно. А у тебя какая есть полезная вещь для твоего организма? Я плаваю. Плавать тоже советую. Я плаваю, да. Так вот почитать о том, как худеют звезды. А не мы. Мы люди неинтересные. Можно в свежем выпуске галеты «Антенны». Те самые свежие новости и масса полезных советов. Не только о похудении. Слава богу. Слава богу, что у нас есть «Антенна телезема», но есть где почитать, правильно? А я всегда люблю читать тираж, печать овсетная и так далее. Анекдоты и погода. Анекдоты, да, от корки до корки. И подпись редактора, мол, я читала, я подписала, молодец. Все, спасибо большое. Прекрасного мая. Вот он же ж, вот-вот. У нас в гостях была главная редактор газеты «Антенна телезема» Анастасия Телишева.